Доброе утро, мои дорогие зрители на ютубе. У нас завтрак. Доброе утро всем. Что есть? Приятного аппетита. Кто кушает? Они кто дерутся? Да, они дерутся. Вы деретесь? Вы деретесь? Принцесси! Принцесси! Почему у тебя желтый? А, из-за от морковки у тебя желтый, желтый рот. Принцесси! Мариш! Вот такие вот у нас смешные детки. Сейчас бабуля их кормит. Кормит бабуля, кормит. Мне сегодня получше уже. Вам приятного аппетита. Вот, бабуля, тебе маленькая ложка. Шоколад, да, вчера купили. Покушайте потом. Все, приятного аппетита. Всем привет! Мои дорогие зрители, наши любимые зрители. Секла нас душа, с мокрой головой выбежала на улицу. Жарко так. Вааа, сейчас что-то... Видела, снимает бабуля! Это все видит. Все видит эта тарахтушка моя! Бабуля купила им трусы. Не надо говорить, стыдно. И да, сколько штук купила? Пять, пять, пять. И две ночные. Семнадцать штук трусов купила. Ирме купила купальник. Тысяча лир заплатила. Вот. А Марии не нашли там потом в другом месте купим. Размеры не было. И вот купила бомбинтон по дороге. Ирма, прыгай! Опа! Давай, давай, Ирма. Она учится прыгать в скакалку. Ой, это моя девочка. Ирма похудеет. Буро, да, зайфлоджак, Ирма. Доброе утро, мои дорогие зрители, дорогие зрители, любимые. Я начинаю вам вещать в глубоком одиночестве. Моих внуков нет со мной. Потому что я уйду, друзья. Как мне нравятся мои сережки. Они беспоздобны. Иду, трачу. Я посмотрела, что у меня. Этот щитовидный препарат закончился. Хочу проверить все-таки сахар. Мне так не нравятся показания сахара. Последний момент, когда я стала кушать фрукты. Я не кушаю все же. Ни сахар, ничего другого. Ни какую-то запретную еду. Вот гречку пробовала вчера. Или позавчера. Две-три ложки. А вот фрукты не могу себе пока запретить. Просто хочу, чтобы она посмотрела. Может, выпишет антидотик. Положу его дома. На всякий пожарный. Как у нас жарко ночью. Вчера мы гуляли с мужем, с детьми. Когда возвращались домой, в нашем районе выключили свет. Мы думали, что это надолго. Хотела я купить мороженое. Там потом не оказалось того, которое мы хотели. Дети говорят, что дома есть. Не надо другое. И потому что были все маркеты закрыты. Понимаете? Из-за того, что не было света. А, мы зашли в маркет. Там вообще было мороженого. Нету. Пусто. И мы купили воду. И сидели в сити. Только пришли в сити. Сели. Свет дали. Так все обрадовались. Но мы подождали 5-10 минут, пока там НДР разговаривал с соседями. Но заодно пока все заработает. Только начали заходить подъезд. И КПД выбегает. Квертлифт не работает. Ну, НДР сказал, давайте посидим. Вот только мы сели и свет вырубили. Ну, сидели 5 минут, 10 минут. Решили подняться. Поднялись пешком. Хорошо, что поднялись. Я на балконе. Купили вафли такие. Внутрь положили мороженое. Ой, как им понравилось. Всех искупала. Себя искупала. И в 12 легла. Так, как будто бы. Свет дали. А свет то выключали, то включали. И в итоге свет был. А мне так спать хотелось. Пошла спать. А сама в тиктоке. Вот, блин, застряла на этом тиктоке. И засыпала, и просыпалась. И до 4 часов. И вообще-то от этой жары несколько раз вставала. Как и все остальные люди. Плохо спала. Всем привет от моих деточек. Потом поговорим, интервью сделаем, как мы прочитали вчера с Марей ваши комментарии. Мы прочитали комментарии ваши с Марей. И вы такие добрые слова пишете. Маря выросла. А я очень. И Ирмочка, и девушка. Все выросли. Такие сахаровые. Я уже пришла все в порядок. И иду. И идем на море. Давай, быстро, быстро. Все. Вот. До встречи в эфире. Какие комары? Бабуля, комаров нет. Это от жары. Посмотрите, что с детьми творится. Что творится? Какая у нас аномальная жара? Что, бабуля? Что случилось, бабулечка? А ну, иди сюда. Как будто бы нас опять кто-то укусил. Как укусил? А ну, у нее какая-то аллергия, что ли? У меня точно. От чего? Аааа. У нее какая аллергия? Она что? Что ты кушала с утра, Бебу? У нас здесь красный. А, тебя укусило что-то? Бабу, наверное, у нее это, на жару аллергия. Всем привет, мои подписчики. Сегодня, как всегда, очень грязная вода. Очень даже. Смотрите. Мы уже искупались как-то. Не знаю. Потом бабуля нам надувает такие плавники, а им очки не надувает. И она сейчас мне надувает. Вот я. Мы сейчас вдалеке должны пойти. И вот бабуля надувает мне это плавники. Вы скажете, а почему бабуля не надувает? Это для себя. Потому что она же умеет плавать. И далеко с нами поплывет. Вот наша бабулечка надувает мне плавники. С тигра. Вау. Сижу, уже 20 минут надуваю, друзья. Да. Перемочкой круг еще надули новенький. Вон она там. Вау. А я новый купальник теперь надела. И ждем, пока бабуля надует. Ребят, я вначале купалась, а потом перехотела, потому что очень-очень грязная вода. Да, скажи еще. Мы так играем. И смотрите. Дэми. Я дала, чтобы вначале Дэми надули, а потом не надует. Потом, что я же иногда без пиловиноков имею в голову. Смотрите, какая грязная вода. Просто ужас. Там далеки очень чистая вода. И почти нет волн. Я сейчас вон стою в воде. Вон волны. И боюсь, чтобы не обрызгали телефон. Потому что бабуля меня... О! Нет! Я что, набрызгала, что он? Слава богу, мне надо. Здесь мы будем играться песком, если нам будет место хватать. Вон все камни выбросили. И там еще внутри полно камней. Но в нескольких местах нет камней. Там только песок один. Вот. Вон бабуля мне надумает. Я вам уже показывала. И вот Ирма новый. Я вам хотела показать ее. Но так получилось. Ирма, покажи свой новый круг. И новый купальник у нее. В старом купальнике. А вот и я. Ужас, какая жарища. Вы скажете, небо же закрывает облаками. Но нет. Все равно так светит ужасно. Даже эти облака не помогают. Вот я сейчас вся попная остаюсь. Простите от меня. И вся мокрая. Потому что жду, пока побыли мне надуют плавники. И мы далеко, далеко побылием. С новым кругом. И с плавниками. Накупались. Режу такая и думаю. Недавно я мечтала о том, чтобы мои детки были рядом со мной. И сейчас они здесь. Вообще, как стремительно лететь в жизнь. Как стремительно летит время. Нужно успевать все делать. Не оттягивайте на завтра. То, что можно сделать сегодня. Завтра, это никогда. Сейчас я в периоде адаптации. Мы когда приехали? В среду. Неделю, как мы приехали. И тут я заболела. Все вместе. Вроде бы, вроде бы сейчас как-то, как-то вхожу в свою колею. Но это же надо привыкнуть ко всему. Понимаете? Я целый день со шваброй хожу. Почему? Потому что у девочек длинные волосы. И они у них почему-то очень сильно падают. Может, это у всех такой период падает. Просто падают, как целая расческа волос, когда расчесываешь одну, вторую. И везде волосы. Это у меня такая аллергия на волосы. Вот это смотрю, все под микроскопом, нет ли их волос. На балконе, где стараюсь расчесывать, сразу же я убираю на собой волосы. И каждый день надо мыть полы, потому что какая-то пыль такая черная. И накормить их так же. И постирать, и кушать, приготовить. Каждый день готовлю кушать. Вчера приготовила борщ. Уже не снимала ничего, вам не помню, не снимала, не снимала. Вечером мы кушали. Когда погуляли. Если чистая, выйди. Вечером, когда мы погуляли, мы пришли. Кто ел хлеб шоколадом, они обожали. Мария ела курицу. Ашкин тоже ел курицу. Я ничего не кушу, а я воздержалась от сладкого. Вообще от фруктов. Фрукты мы вчера не ели. Фрукты вас не кормили. Но было другое, что-то кушали. Иди, сказала я. Если чистое море, иди. Если нет... Чистое откуда может быть? Откуда чистое? Действительно, море такое грязное. Так вот, вот я сегодня буду делать котлеты, они попросили, с пюре. Буду делать котлеты с пюре. А мужу другое, потому что он не кушает это. Он тоже у меня простудился. Тоже он никакой, хотя мы с ним не целовались. Ну, дышали друг на друга. Кто-то меня спросил, вместе спите, конечно, вместе. А где мы будем спать? Так, мои дорогие, еще что у меня интересного? Вот и так и проходит пока наши будни. Пока ничего не интересного. Вот это для них праздник. И для меня праздник. А сейчас у меня главное событие в моей жизни. Конференция бизнеса. Вот. Потихонечку буду выкладывать вам видео. Работа у меня. Очень много забот, девочки, мальчики мои. Так что вы на меня не обижайтесь, если я видео каждый день не выставляю. Вы же понимаете, да? Бабуля сейчас в процессе адаптации. Вон вчера рубила капусту и порубила себе палец. Уже все на ходу, все на ходу. Сейчас вот я вот этого кофеек. Сейчас по дороге. Не знаю, чем кормить их. Молочко надо купить. Кашку приготовить. Любят они геркулесовую. Сегодня попросили у меня вермишелевую. И вы думаете, рядом с вермишелевой кашей еще у меня яйца, сыр, колбаса. Как вам мой оператор Мари? Только они здесь были, уже сюда передвинулись, потому что грязное море. Вот я вчера с мужем разговаривала на эту тему. Думаю, вот скажите, я его спросила, ну неужели нельзя придумать какие-то очистительные сооружения? Но он говорит, вообще, если подумает логически, ведь это же природа, как можно по всему Средиземноморскому побережью это все чистить? Как можно отрегулировать, когда это все идет вот с этих канализаций? То есть не канализации какашек. Здесь я не видела никогда какашек. Нет, ни в коем случае. Щепки, листья, пакеты, пластик. Это все идет откуда-то? Ну где-то дождь, и все выливается в море. Понимаете? Такая ситуация. И поэтому я так понимаю, что это не под силу всем людям, а пластик как? Конечно, столько мы пластика используем, и у нас есть такая категория людей-мусорщики, которые ездят и собирают этот пластик в мусорках. Большая им благодарность. Почему? Потому что они очищают природу. Ну смотрите, вот сейчас, сегодня чистый пляж. А бывает и такое, когда люди вечером, вечерами сидят здесь, и утром невозможно просто здесь присутствовать. Но столько грязи, столько грязи. Вы понимаете, не все же такие. И он сам говорит, что очень грязные люди. Посмотрите, какая волна. Видите, мои детки умеют делать. Но не такая сильная волна. Я не знаю, что происходит. Когда я приходила одна, такое море было обалденно чистое, спокойное. Почему сейчас такое беспокойное? Какой-то период такой, видно, происходит в природе. так вот. И НДР говорит, что сам народ не следит за чистотой. Не все, конечно, но дети детей не воспитывают так, как нужно было. Так, как надо, что мусор надо выбрасывать в определенном месте. Они могут просто выбросить. У меня дети как воспитаны, что мусор надо выбрасывать в мусорное ведро. И в Грузии так, я так знаю. У нас нельзя семечку выбросить. Если мы луцкаем семечки, мы берем пакеты. Мы не засоряем. А есть категория людей, которым наплевать на это. Мария, принеси эти плавники сюда. Что-то Мария не в настроении. Что случилось? Устала ты? Моя блогерша. Нет, не устала, просто я на мост. Шапку. Какую шапку? Ты накрой на себя, бабулечка. Жарко? Надо же намочить. Что? Что намочить? Ну, надень это. Ну, знаешь, как сделать? Ты шапку потеряешь, там надо под хвостик. Не надо под хвостик, не потеряй. Ирмочки, намочи головку. Детки выросли мои и дерутся постоянно спорят. И они такие, им так весело втроем. Они не могут друг без друга. Кусок что-то съесть друг без друга не могут. Вы понимаете, как они любят друг друга. Их разделить невозможно, кого-то взять по одному. Да, можно, да, конечно, одного ребенка взять легче. от других, кто будет смотреть. Как тяжело сейчас и маме, и дочке с двумя маленькими. Маленькие с ума сходят. Я сказала, нет, нет, не надо вырастить и потом. Эти плачут, у меня нервов не хватит. Вы что? Дочка сказала, я тоже приеду. Я сказала, нет, нет, только не сейчас. Вот такие вот мои сладенькие. Они мне помогают. Мы все втроем все что-то делают. Они разбирают машинку, там стирку мне собирают. Вместе мы вешаем, прищепки подают или белье подают. Я им так не разрешаю. Только переднюю веревочку первую разрешаю вешать там. Еще что делаю? Посуду убирают. Читают они. Но как-то, как-то легче намного с ними, да? Намного. Вот душ могут сами принять. Не надо их тереть, потому что душ принимаем несколько раз в день. Обмыться просто. Вода, слава Богу, есть. И ирмочка уже сама может. Волосики, естественно, и ирмочки сама там когда с мылом мою. А так обмыться они уже могут сами. Мне уже легче, друзья, Боже, какое счастье, когда дети растут. Как дети растут намного легче. Просто вот у меня что обязанности много. И в Ютуб надо, и по работе надо, и то, и все. И мужа накормить, и с ними погулять. Но это хорошо, что погулять, они есть, и я вынуждена выходить из дома вечерами. Да, я сейчас немного похудела. Аппетита как-то еще нет после болезни. Вчера только у меня появилось, кушала что-то, курочку съела, борщик поела с удовольствием. Вот, наговорила большую, огромную кастрюлю борща. Будем есть два дня, это точно. Сегодня котлетки сделаю, приготовлю с пюрешкой. Вот так вот мы и живем, мои дорогие. Вот так вот нам весело. Много есть планов пока, но пока о них не будем говорить. Еще времени у нас достаточно. Немножко надо прийти в себя. Какие-то основные важные события пройдут в моей жизни, в моей работе. И потом уже буду отталкиваться от них, строить какие-то планы. Сейчас у них тоже период адаптации. Я аккуратно отношусь, подхожу к этому, чтобы они не заболели. Ну и мало ли, в тот раз было и конъюнктивит, и все болячки. А потом пришли в себя. Вот поэтому аккуратно все. Сейчас, наверное, будем уже собираться. А вы ставьте лайки, пишите комментарии. Благодарю вас за ваши теплые слова. Очень приятно видеть позитивных людей, негативных сразу блог. Не хочу видеть негатив на своем канале. Не хочу. Что думаете, что хотите, то думаете. Не хочу, мои дорогие. Лучше вообще не пишите, чем писать мне там негатив. Я за позитив. Все. Целую. Пока. Всем приветики, рулетики. Сегодня будет расспроса, что мы купили в шоке. Вот такой местник с бутылкой. Вот такая желтая коробка. Какао это, местник. Такое молочко. Такое, что в шоке было, мы вот такой лимонад купили. Очень вкусно. 9 лет. Опа. Опа. Супер класс. Мис какой-то. А, это такое молоко в бутылочке. Такую колбасу. Папуля, это вода с газа? Это, это вода с газа. Так, шик-шик-шик. Будет бабах. Вторую. Это сыр. Вот такое моцарелла купили. Вот. Сыр. Вот такое моцарелла купили. Вот такое. Расправи мою кофе. Это сейчас вам покажется, что перевернуто. Ну, тут написано кофе мать. Кофе мать. Сейчас мы будем раздавать. Вы сейчас слышали это, что было? Прямо ба-бах там мула. Вот это бомба. Вот это сейчас мы будем раскладывать. Все. Вот это вот холодильник. Открываем холодильник. Если не сгорит телефон меня в покое. Сами поделим. Сыр моцарелла. сюда. Фу, у нас дальше. Дальше у нас вот такая колбаса. Ложим ее тоже в холодильник. Наверное, вот так вот повернем. А хотя, вот сюда маленькие вещи ложим вот сюда. Вот это вот банки на банку. Чтоб вы знали. Вот поместилось. Самый дом, чтоб эти банки не побились. А то меня бабуля очень поругает. Упсик, а вот здесь-то мы не лезем. Для вас это прошло где-то 3 секунд. А на дну. А для нас прошло где-то несколько минут. Мы столько готовились. Я сейчас должна искупаться. Бабуля меня позвала. Я сейчас должна машинку потом разобрать. Так. По-вашему, кофе мы ложим вот сюда. Кофе мы ложим вот сюда. Смотрите, я вам покажу. дырищ вот сюда. Где же нам кофе положить? Конечно же вот сюда. то, где-то лебенки. Это лебенки. Продолжение следует...